Владимир Алексеянс в администрации заместитель главы по вопросам строительства, однако в свободное время не упускает возможности прокатиться на велосипеде или поучаствовать в спортивном ориентировании. В пятницу чиновник отправился в спортзал многопрофильного колледжа, чтобы сдать нормы ГТО. Последний раз я сдавал в школе, имел золотой значок ГТО. Спорт я люблю и стараюсь с частым заниматься. Я иногда бегаю на различных соревнованиях, в Ижевске, в Уфе, в Тикамске, по спортивному ориентированию. А сдам ли я нормы ГТО, не знаю, посмотрим. Наравне с сотрудниками администрации здесь приняли участие работники библиоцентра, комитета по делам молодежи, городской больницы и других организаций. Однако не у всех хватило времени, чтобы подготовиться к сдаче норм. Ведь работа занимает большую часть времени и для спорта не всегда его хватает. Главное участие не победа. Надеемся, главное, у нас нормы только после Нового года будем сдавать. А сейчас чисто для поддержания командного духа, чтобы показать пример последующим предприятиям, организациям, которые будут сдавать нормы ГТО. Готовился тщательно, правда, вечером. Что касается, какие затруднения будут, увидел. Поготавливаться времени, в общем-то, и не было. Справлюсь, не справлюсь, не знаю. Наверное, не это самое главное. Настрой появился, посмотреть, что это такое. Если не справиться сегодня, то более серьезно подойти потом к этому вопросу. Для всех участников упражнения были одинаковы. Это пресс, подтягивания, упражнения на гибкость, прыжки в длину. Как сообщил председатель спорткомитета, нормы ГТО, которые сдают в наши дни, значительно отличаются от тех, что проводились в советское время. Сейчас в данный список входит гораздо больше активных спортивных направлений. В целом, набор упражнений, он очень обширный, широкий для каждого человека, для каждой массы, для каждого возраста, для пола. Есть определенное количество упражнений. Есть обязательные упражнения, есть упражнения на выбор. Почему выбрали именно это, это упражнение? Это упражнение, которое можно провести довольно-таки динамично и которое показывает развитие определенных, ну, то есть общих групп мышц и не представляет большого труда. В командном зачете лучшими стали сотрудники комитета по физкультуре. Второе место досталось команде управления образования. Третий лучший результат показали сотрудники отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации.